Белые воротнички не в моде. Офисные служащие на рынке труда не пользуются популярностью. Вакансий мало, желающих иметь непыльную работу больше в несколько раз. В то время как пролетариат нарасхват. Около 70% всех открытых вакансий рабочей профессии. При том, что зарплата у них не ниже, а зачастую выше, чем у офисных служащих. Истоки дисбаланса нужно искать еще в вузах, уверены специалисты. Часто готовят не тех, которые нужны. Готовят, как мы уже часто говорим, юристов, менеджеров, управленцев, специалистов по связям с общественностью. В то время как региону нужны слесари, токари, арматурщики, бетонщики, электромонтажники. На заседании трехсторонней комиссии по трудовым отношениям обсуждают сложившуюся ситуацию на рынке труда. Начинать нужно со школьников, уверены участники комиссии. Будучи подростками, они уже должны понимать, какие профессии востребованы и где они смогут лучше всего реализоваться. Сейчас в школах идет активная работа по профориентации, открытые уроки, экскурсии на предприятии, а также устройства на работу. Молодым людям рекомендуют получать в первую очередь техническое образование. Когда мы говорим о рабочих специальностях, то, наверное, в первую очередь должны точно понимать, мы не должны уходить, скажем, в недалекое прошлое, что рабочий не должен иметь высшее образование. Наверное, сегодня, когда мы говорим о рабочем, то он и должен высшее образование быть и быть мотивирован. В целом ситуация на самарском рынке труда сейчас стабильна и не вызывает опасений, говорят специалисты. Уровень безработицы почти в два раза ниже, чем в среднем по области. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова